За эти два дня очень различные состояния, подъемы, падения, надежды, разочарования, правильно? Я не слышу. Подъемы, падения, понятно, да? Почему? Первый урок был очень сильно воспринят. Второй — не очень-то. Третий — пробуждение, четвертый — все в полном ауте. Никто друг друга не понимал. Это было вчера вечером, да? Четвертый — полная отключка. Пятый — вчера ночью. Ну, вообще, мы не поняли, что мы здесь вообще делаем. А сегодня у нас шестой урок. Почему мы проходим такие состояния? Конечно же, как мы изучаем, нет никого, кроме него. Творец проводит нас через все эти состояния для того, чтобы мы вознуждались в нём, для того, чтобы мы захотели получить помощь от него. Смотрите, что он пишет. Снова мы повторяем ту же статью, что нет никого, кроме него. Он говорит так, польза от этих отторжений, что человек получает полную необходимость в том, чтобы Творец помог ему, потому что иначе он видит, что он потерян. И для того, чтобы приблизить человека к просьбе и требованию, Творец устраивает человеку такую жизнь, что падение, разочарование, слабость, беспомощность всегда больше, чем падение, чем подъём и хорошее настроение. Когда человек, в конце концов, увидит, что он должен выйти из этого состояния, что невозможно больше так тянуть, и не видит, что есть конец этим состояниям. Но он всегда останется вне духовного, потому что он видит, что даже немного от духовного, когда он хоть немного раньше чувствовал, уже нет у него. И только преодолевая, когда он пытается изо всех сил выше знания, если он находит какие-то силы, несмотря на проблемы и отключение, которое он проходит, он говорит, что я всё-таки должен идти к Творцу, продвигаться вперёд. Он ещё может удержать себя на каком-то состоянии, но потом снова падает. Ну и что будет из этого? И тогда он приходит к решению, что нет того, кто может помочь ему, кроме самого Творца. И тогда рождается в его сердце настоящее требование к Творцу, что Творец открыл ему глаза и сердце и действительно приблизил его к слиянию с ним. Получается, согласно этому, что все отталкивания, которые он ощущал, и мы чувствовали их несколько раз на протяжении нашего Конгресса, и я не ждал, что это будет настолько, что Творец подстроит нам эти игры. Но это на самом деле было очень сильно. Получается, что все отталкивания, которые он ощущал, исходили от Творца. То есть не от того, что он был не в порядке, и не было у него силы для преодоления, и он входил в эти падения. Но как раз тому, кто действительно хочет приблизиться к Творцу, для того, чтобы была претензия, требование к Творцу, чтобы не удовлетворялись состоянием, когда есть у меня немного и достаточно. Нет, но Творец их вводит в такие падения, в такие тяжелые состояния, когда они себя чувствуют полностью ничем. И когда человек говорит, «Все, весь духовный путь не для меня, это цель не для меня, и вообще, по всей видимости, это закрыто передо мной. Есть, может быть, кто-то, кто достигает этого, но со мной это не произойдет». В то время, когда человек опускается именно до такой точки, и нет у него никакой надежды на будущее, именно когда он видит, что он пропал, тогда Творец дает ему помощь свыше и выводит его из этого состояния, в то время, когда человек понимает, что он сам здесь ни в чем не может действовать. с кем это происходит? Именно с теми людьми, у кого есть истинное желание. Тогда этот человек получает помощь свыше и всегда позволяет ему, что за помощь свыше он получает, когда всегда показывает ему, насколько он не в порядке, то есть посылает ему мысли и мнения, которые против духовной работы. И все это для того, чтобы он увидел, что нет у него полного соединения с Творцом, что он никогда не находится в пути, нет у него связи с Творцом, он не способен пробудить его и так далее. И как бы он ни старался превозмочь, пытается все-таки что-то сделать, он всегда видит, что находится в состоянии далеком от духовного. а все остальные ближе, чем он. Я говорю вам серьезно. Я вижу, что мои ученики находятся на более высокой ступени, чем я. Именно так я вижу. что они чувствуют, находятся в мире с Творцом или в какой-то связи. Тогда как этот человек, с которым Творец ведет такую сильную игру, он чувствует, что он совершенно отключен от всего. и тогда есть у него претензии и настоящее требование к Творцу, когда он не способен объяснить, оправдать своего состояния. И это доставляет ему боль. Почему он не в совершенстве в отношениях с Творцом, пока не доходит до ощущения, что у него вообще нет ничего в духовном и на пути отдачи, на пути к Творцу. И даже иногда, если получает какое-то пробуждение свыше, которое оживляет его на какое-то время, но он точно же падает обратно в состояние низменности, когда нет у него никаких сил и желаний и вообще начинает делать глупости в жизни. Именно так. Его не видно. Но это именно причина, чтобы он пришел к осознанию, что нет у него сил, нет желания, нет ничего со своей стороны. Именно ничего. Но, поскольку он вложил все-таки в этот путь очень много сил, связь с Творцом находится, и тогда через эту скрытую связь он начинает все-таки вспоминать, что Творец может помочь ему. Это в тот момент, когда он полностью оторван, полностью ничто, ничего не стоит, весь путь не для тебя, и это цель только для особых людей. Я не в этом. Я должен убежать, выйти из этого. И тогда пробуждается мысль, что именно Творец может помочь, и никто, кроме него. И человек должен всегда стараться идти по пути слияния с Творцом, насколько это возможно. Отключают его свыше, отключают. Но он должен все время находиться в состоянии сохранения этого. Вот здесь, где-то сзади в голове, да, он все время должен хранить в голове. Я управляем Творцом. Я обращаюсь через весь этот мир к Творцу, потому что нет того, кто бы это подстрел, кроме него. И поэтому я должен обратиться к нему. Как я обращаюсь к нему? Через все проходимые мною случаи я обращаюсь к нему, чтобы он выстроил для меня все эти случаи. Это называется, что он слит, по крайней мере, в теперешнем состоянии. То есть, чтобы все его мысли были всегда о Творце, даже если он находится в самом плохом состоянии. хуже которого не может быть, он не должен выходить из этой мысли, что это дает ему Творец. То есть, что нет никого, кроме высшей силы, что именно Творец не дает ему войти в духовное. что в его власти это сделать, но он не дает ему, и никто другой, чтобы не думал, что есть понятие каких-то, какой-то ситраахры, нечистых сил. Проблема с трансляцией. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Только мы должны все время удерживать это. Что, английский исчез? Вообще все упал. Есть что-то там? А чего же вы не кричали, не сказали мне ни полслова? Есть еще какой-то язык еще сейчас? Все в порядке уже? Я бы сразу же сказал, почему вы такие стеснительные? Ну что такого? Вы заплатили деньги, правильно? Ну вот и все? Да. Хорошо. Следи за тем, чтобы был все время перевод. То, о чем мы с вами говорили сейчас. Если есть вопросы, пожалуйста, я готов ответить. Тот, у кого есть вопросы, пожалуйста, подойдите к микрофону. Пожалуйста. Меня зовут Юваль. Я родился в Израиле, живу в Дюссельдорфе. И это мой первый раз здесь, на Конгрессе. И ощущения, которые у меня есть, они действительно потрясающие. И в моем сердце идет война. Это настоящая война. Каждую минуту я спрашиваю себя, что я здесь делаю ко всем чертям. А потом сразу отменяется на состояние, как прекрасно быть здесь. Но я хотел спросить вас, раб, о следующем. Я старался восстановить отношения с еврейской общиной в Дюссельдорфе. Вопрос, согласно тому, что мы изучали, или согласно общине, что там происходит? О том, что мы сейчас учили. Пожалуйста. Получил ответ. Прекрасно. Получил ответ свыше. Очень хорошо. Пожалуйста, кто еще? То, что мы сейчас прошли, — это самое важное. То есть, что нет у меня ни одного случая в жизни, когда бы я мог его просто так оставить. Это приходит свыше. Творца направлено специально ко мне. Я должен реагировать, соответственно, этому. Если я не реагирую, это как импульсы. Так, ты такие. Так, 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 так. Все время я получаю от Творца какую-то картину мира. Это впечатление, ощущение, хорошее, плохое, неважно какое. Что он хочет? Он хочет одного. Чтобы я каждый раз мое ощущение мог отнести к нему, что это исходит от него. Это прежде всего. И я должен все время стоять на страже этого, чтобы я не чувствовал связать с ним, с Творцом. В тот момент, когда я не способен связать мое ощущение, мое восприятие, то, что со мной происходит, как я это чувствую с ним, я должен искать советов, как это сделать. Если я отключаюсь и забываю, что это исходит от него, и становлюсь обычным человеком в жизни. Он специально мне это делает. Он показывает мне, насколько он может играть со мной и насколько требует от меня более серьёзной подготовки. И так каждый раз, раз за разом мы должны находиться в этой работе. То, что происходит с нами, что один урок — да, другой — нет, были объединены, снова оторваны, снова соединены, снова оторваны. Мы получили примеры разочарования, безразличия, что мы запутались, а затем снова пробуждаемся. Мы получили примеры, насколько Творец играет с нами. И как мы, несмотря на все эти примеры, должны управлять состоянием и относить его к нему. После таких упражнений я прихожу с просьбой, и я прихожу к просьбе, чтобы он открыл мне глаза, чтобы я увидел всю систему, как она действует на меня, на весь мир. И тогда это происходит. Но при условии, когда я не оставляю его, и так продолжаю скрупулёзно всё связывать с ним. Пожалуйста. Раб, я хотел спросить, пожалуйста, как нужно вести себя с кем-то и по отношению к кому-то из нашей группы, который был большим товарищем? Он очень важен, и для всей итальянской группы. Но в этот момент у него нет сил сдвинуться с места и прибыть на Конгресс. И такое впечатление, что не хочет получать помощь ни от кого из нас. Как мы должны себя вести? По всей видимости, вы недостаточно говорили, недостаточно учились вместе тому, как нужно вести себя как товарищи по группе. И не обратили внимания, может быть, на того товарища, который прервал связь с вами. Не очень-то были связаны с ним, не помогли. И не обратили внимания, что он отдалился. И сейчас перед Конгрессом он не может прийти. Конечно же, не может. Мы должны всё-таки сказать, что мы виноваты в этом. Мы недостаточно дали ему тепла, связь, учёбу. Мы молимся, молимся за него. Всё, что только возможно, делаем. И это наша работа. Не то, чтобы я терял время на кого-то. А есть в группе 50 человек. Но будет меньше, 49. Нет, это моя работа. Это условие. Приближусь ли я к Творцу или нет? Я должен заботиться о нём, потому что Творец ставит передо мной эти проблемы. Я должен решить их. Это на пути к нему, к Творцу. И поэтому я не смотрю на товарища, что он какой-то случай посторонний. И я должен заботиться о нём, вернуть его в группу, потому что это часть моей души. И Творец показывает мне, насколько я должен здесь включить любовь. Возлюби ближнего, как себя. Ничего не поделаешь. Это части моей души. С помощью этого я соединяю все эти части. Если мы осознали нашу ошибку, то сейчас, в данный момент, что можем сделать? Я думаю, что то, чего не достаёт вам, это связь с теми, кто заботится от вас, которые сидят у нас в Петахтикве. Есть у вас несколько людей, которые заботятся, кроме Италии, вообще обо всей Европе. И они готовы дать вам всё. Вы и вчера тоже, то, что я слышал на вопросах последнего урока, пятого урока, «Что мы должны сделать?» «Что мы делаем в группе?» «В распространении можно так или нет?» Был двухчасовой урок, только ответов на эти вопросы. «Что мы должны делать в распространении?» «В группе?» Я не мог ответить, поскольку я не знаком с вами, я не знаком с вашими условиями. Это их может знать только человек, который всё время находится на связи с вами. Ну, скажем, Моши Адмони, Шимон, люди, которые находятся здесь сегодня. И поэтому, если что-то происходит в группе, это так и пройдёт, если вы не связываетесь. А сейчас уже нечего делать. Вы должны вместе связаться, связаться со всеми вашими кураторами и с теми, кто отвечает за вас, и начать совместную работу. И если необходимо, человек, который отвечает за вас, обращается ко мне, Моши или Шимон, и спрашивает, что делать, тогда мы решим, что делать. Но это ещё раз, не для того, чтобы мы заботились о вас, но без этого у нас не будет связи, не будет достаточной силы подняться на духовную ступень. Только поймите, что если есть у вас возможность связаться с ещё товарищами, с ещё группами, и вы этого не делаете, вы пренебрегаете теми возможностями, которые предоставляют вам, вы не строите клей, которые нужно выстроить, чтобы раскрыть Творца. Если Творец даёт мне какого-то товарища, а я пренебрегаю им, ведь это Он мне дал свыше, как бы, и даёт мне, поскольку Он не достаёт мне моему клей ещё части, когда это может быть полным клеем, и в нём я раскрою Творца. Поэтому мы должны быть очень осторожны здесь. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, я хочу спросить, а молитвы многих. Пожалуйста, я хочу спросить, чтобы спросить о Творца. Если я прошу об исправлении, и не формирую его в своих мыслях и сердце, дай нам исправление, дай нам ущитит. Если я попросу о Творца, и я думаю, что это в льбе, что это даёт нам Творца. Я как бы, как бы, это получает, как разочут для себя тоже. И, если я попросу об myself в этих мирах, в этой теки, это не так. И, если я совершу об исправлении, теки, если я совершил его, тогда получается, я как бы, я определил себя от группы, что может быть. Если я попросу об себе, я не могу, мне Communist, или мне тоже, я даже申иск, чтобы меня эго, Просить за товарищей. Мы не за... Я за товарищей. Я прошу за них, ради них. Только так. А иначе эгоизм все заберет себя. Вы всегда говорите, что когда говоришь о себе, это неправильно. В чем недоагомность, если я прошу товарища научить меня любить? Ты всегда говоришь, что если я не знаю, что это не правда. Как я могу попросить на обороны, чтобы я не знаю? Что происходит с этим? Это тоже вопрос или просьба. Эгоистически. Если я думаю, что хорошо, я прошу. И не важно, что я прошу. Любить, отдавать, делиться, заботиться. Я прошу за себя. Это плохо. Если я должен просить, я должен просить за общество, за товарищей. И тогда, только в этом случае, моя просьба, она действительно духовная. А что делать с чувством сожаления, что я не могу любить? Это эгоистическая просьба, эгоистическое сожаление, эгоистическое чувство. Надеюсь, что оно пройдет. Если я могу выиграть на том, что я люблю другого, разумеется, я прошу, дай мне силу любви. Многие люди в мире молятся. Я хочу всех любить. Зачем? Это хорошо. Миру будет хорошо, и мне будет хорошо. Я буду ближе к Творцу, это тоже хорошо. Все эти обращения такие же эгоистические, как ты хочешь что-то получить. Хотя ты просишь о любви, об отдаче. И об отдаче нельзя просить дай мне силы отдавать, дай мне альтруистические силы. Это тоже эгоизм. Поэтому получается, что единственное обращение к Творцу, которое действительно не ради получения, чтобы я просил за товарищей. Поэтому Кли прошло разбиение, и все части разделились, чтобы мне была возможность отдавать им. Просить о ком-то, за кого-то, кто полностью от меня отключен, отторгнут, который ощущает со мной, как противоположный мне. Так мы и идем вперед. А любая другая просьба, даже если я прошу любить других, давать другим, это все подспудный эгоизм. Пожалуйста. Когда мы работаем в группе, когда мы работаем, каждый может сказать, нет никакого кроминиола. Когда мы работаем в группе, когда мы работаем в группе, каждый может сказать, нет никакого кроминиола к любой ситуации. И вы можете добавить это в любую ситуацию, в любую ситуацию. Что случилось? Недавно, что это происходит, это слышно, нет никого кроминиола. Что случилось? Что случилось? А, это моломала, а не от молвуда. Что? Какое настоящее объяснение этого состояния? Кромини, должны говорить, что нет никого кроминиола, и когда не должны. В этой памяти только когда Творец раскроется. А пока что, я вам советую понять, что нет никого кроме него, это правильно. В каждом действии, каждое действие производится Творцом, но реакция на каждое действие производится человеком. Тут есть партнерские отношения, что не все свыше, мы только наблюдаем за происходящим. И от него ко мне идет какое-то воздействие, я вижу мир, не живу растительное животное, но человеческий уровень. И я должен отреагировать в каждое мгновение на это. Когда я реагирую на это, это моя работа. И, соответственно, Творец вновь вводит меня в следующий кадр, в следующую картину мира, и вновь должен отреагировать. Поэтому нет никого кроме него, это то, что он нам показывает образы, но показывает их на основе того, как я реагирую. Поэтому идет диалог. Мир, который мы видим, это беседа Творца с нами. Мы с ним находимся во взаимодействии. А все зависит от моей реакции. Как я должен реагировать? Ведь я здесь нахожусь в состоянии, когда он у меня создал разные свойства. И как я должен реагировать? Я могу при помощи окружения изменить себя. Тогда у меня будут реакции на Творца. Другие. Отлично от тех, которые заданы моей природой. Получается так, что есть Здесь Творец. Есть Я. Есть окружение. Творец посылает меня. Показывает на меня влияние, воздействие. Я обращаюсь к окружению, с его помощью изменяю себя, и тогда реагирую на Творца. Поэтому окружение является фактором изменения человека. И когда я обращаюсь к Творцу, там, в моей реакции, есть и окружение. Здесь есть Я и окружение. Каким намерением и чувством я должен говорить это? Когда я говорю, не просто так, вот, ладно, это пришло все свыше. Каждый товарищ, который находится в группе. В какой-то степени я должен сказать это? В какой-то степени я должен сказать это? Потому что я не только скажу это. Что все свыше. Каждый товарищ, который находится в группе. Когда он находится группе, говорит, что слышь. Они, кибальте, милимара, мяборе, ашпаа. Я от Творца сверху получил воздействие. Это, разумеется, нет никого, кроме него. Эта дача выражается во мне в виде ощущения мира, ненавистников, друзей, родственников, там, где работаю, там, где учусь, моё здоровье, моё ощущение, настроение. Всё это я чувствую. Это пришло от Творца. Он изображает мне картину мира. Эту сцену. Но потом начинается моя работа. Я могу обратиться к группе. Могу обратиться к группе. И когда обращаюсь к группе, здесь уже есть мой свободный выбор. В моей связи с группой, через мою связь с группой, я наверняка изменяю моё отношение к Творцу, мою реакцию на него. И всё определится действиями. Как ты скажешь, так или по-другому. Всё это не играет роли. Творец не... Ты можешь шабануть своего товарища, но не Творца. Ты должен именно точно знать, что ты хочешь от группы, что ты получаешь от них и как правильно реагировать. Получается, что ты группа и Творец должны быть одним целым, одной совокупностью. Пожалуйста. Здравствуйте, Раф, Александра. Я хотел спросить относительно мужа. Как супруги должны относиться к группе? И как должны относиться к повседневной своей жизни? Потому что эгоизм в супружеских отношениях гораздо сильнее, чем эгоизм в отношениях между товарищами. Как мы это можем преодолеть? Если это супружеская пара, которая учится вместе, то они должны поднять себя на другой уровень взаимоотношений. Мы сейчас начинаем относиться друг к другу как к товарищу, как к человеку, с которым вместе я строю мою духовную жизнь. Муж и жена должны быть в состоянии, когда они постоянно-постоянно помогают друг другу быть как можно ближе к духовному. Я не знаю даже, как это сказать. Это чувствуется. Я обращаюсь к твоему партнеру, к супругу, супруге, так, как к товарищу, как к партнеру, как к части. И чем больше мы вместе соединяемся в мыслях и в желании, в этой общей части мы раскрываем Творца. Как написано, муж и жена, и шхина между ними. Таково отношение. И когда мы соединяемся между собой, мы входим в группу как единица, как один. Не двое, а мы как один. Успехов! Спасибо, Раф. Я хотел спросить, какой самый лучший и быстрый путь раскрыть, что мы на самом деле работаем на объединении и не обманываем себя, не ждать, пока мы совсем упадем, а найти тот момент, в который мы должны упасть. Не бойся. Почувствуй, что ты почувствуй себя на руках у Творца. А за одно мгновение или через одно мгновение что будет неважно, если ты связываешь себя с группой, привязываешься к группе, ты не проиграешь, даже если ты упадешь, а наоборот, ты выиграешь. важнее всего, если ты будешь с группой в таком состоянии, в таких отношениях, когда вы заключаете союз между собой. то есть, вы постоянно находитесь во взаимной заботе для того, чтобы всех товарищей держать вместе, для того, чтобы раскрыть такую связь, в которой раскроется Творец и насладиться этой связью вами. И тогда твой страх, что ты упадешь, и что будет хороший страх, на самом деле должен быть на пути. Иногда человек ходил состояние такого трепета, только бы не упасть, потому что ощущения очень бывают негативными, тяжелыми. Все полнейшее заблуждение, все сгорает, все исчезает, и весь мир уже ну, все. Нет ничего. Но мы должны создать между собой такой арвуд, такой союз, чтобы он нас хранил и чтоб мы не упали. Даже если падаем, то только для того, чтобы мы вознуждались в Творце. У тебя есть средства как не упасть, как сделать страховку, это поручительство. И союз, когда мы в группе подписываемся, что мы будем поддерживать друг друга. но поездок подписался, тебе нельзя думать, что ты боишься упасть. Но состояние хорошее, ты развиваешься. Пожалуйста. Раб, можете ли вы описать правильное ощущение или состояние, когда вы просите за товарищей? хорошее, если я знаю, что я в одиночку не смогу установить отношения с Творцом, минимум два человека могут между собой создать отношения взаимной отдачи, которая будет в чем-то подобна свойства Творца. Скажем так, это Творец. Какая-то сила плюс. А мы два эгоиста с силой минус. Никто из нас не может стать плюсом. у тебя перевод есть? Да? Если мы сейчас между собой начинаем каждый изменять себя для того, чтобы вступить в взаимоотношения, то мы строим здесь между собою в наших отношениях силу плюс. Силу плюс. Тогда мы подобны Творцу. Тогда мы подобны Творцу. подобны или даже тождественны, равны. То есть должно быть двое для того, чтобы создать этот плюс. Чтобы было подобие Творцу. Понятно? по крайней мере двое. Желательно, чтобы было не двое, а десять. Агвуца идеальная группа это минимум десять человек. Пожалуйста. Как мы можем видеть, что нет никого кроме него? Когда мы думаем, что мы делаем правильные вещи и мы уверены в том, что мы их делаем правильно, как в рассказе с Юной? Как мы можем быть уверены в том, что мы делаем правильные действия? Только если я чувствую, что я делаю действия, которые полностью от меня отключены, я его делаю ради ближнего, тогда действую правильно, делаю поступок правильно. Это называется вера ваше знание. Как я могу это сделать? Это духовное действие, только при условии, что я получаю помощь свыше, что я вдруг вижу, что Творец дает мне такие условия, что я способен думать и делать что-то без связи с самим собой. Вдруг я получил такую силу, такое ощущение, что я не думаю о себе. Я могу делать что-то вне себя. А я что? Что со мной? Я об этом не думаю. У меня этого нет ни в сердце, ни в голове. Нету. Я могу делать что-то абсолютно, абсолютно без связи с самим собой. Это духовное действие. и тогда мы начинаем чувствовать, что мир в противоположном свете, не в получении, а в отдаче. спасибо. Раб, наш путь состоит из возможности выбора. И каждый раз, когда мы находимся в группе, или вне группы, мы приходим в нее еще более крепкими. И каждый раз мы делаем выбор все более сильный, когда мы находимся снаружи, когда все, что вне группы, начинает привлекать нас, потому что мы работаем за всех сил. Как я могу проделать вот этот выбор, когда я чувствую, что это очень трудно, выбрать группу и выбирать ее всегда? Выбирать всегда ты не можешь, потому что ты находишься в начале пути, и тебе предстоит еще многократно делать выбор. Тут даже не мечтай. То, что ты хочешь со всем этим покончить, говорит о том, что ты вообще не хочешь отдавать, ты хочешь получать. Как я могу защитить себя от падений, желания получать, и от влияния постороннего извне, которое уведет меня в обычную материальную жизнь? Конечно, это будет, но все зависит от окружения. Если я привязываю себя к товарищам, и мы обязуемся заботиться друг о друге, поддерживать друг друга, даже если я на какое-то мгновение вдруг иду на право или налево, не совсем по пути, они меня возвращают обратно. Приходят, разговаривают, и так это проходит. Они могут сделать это, повлияв на супругу, на жену, и жена тоже на меня повлияет. Но, опять-таки, не думать о том, что я хочу избежать проблем. Мы обязаны их исправлять. Мы должны над ними приподниматься. Если не злое начало, то мы не можем подниматься по ступеням возвышения. Молиться о том, чтобы, дай Бог, чтобы там ничего не было, не хочу неприятностей, я хочу вдруг убежать в обычную жизнь. Не говори об этом. Не думай об этом. Ты должен думать только о том, как постоянно быть связанным с Творцом, который тебе в твоей жизни подстраивать все эти случаи. Ты вместо этого забываешь Творца и говоришь, это я не хочу, это я не хочу, это я не хочу. Ты соединись с Ним, потому что Он тебе подстроил все те вещи, которые ты не хочешь. Для того, чтобы ты был связан с Ним, а ты изначально отказываешься от Него и хочешь зачеркнуть все эти средства до достижения духовности. У нас нет выхода. По-хорошему или по-плохому мы пройдем весь путь. И мы живем в такое время, когда весь мир на это входит. И вы видите, какие страдания начинаются. Будут еще больше, если мы не перейдем и не переведем их на путь Ахишена. Когда в разуме, в выяснении мы сможем правильно продвигаться. Реально. Но у тебя нет выбора идти или не идти. Ты должен идти. Весь мир должен идти. Мы лишь выбираем среди двух путей. А путь Ахишена здесь действительно гораздо лучше, чем Бейто. Но ты должен задействовать разум, вместо просто так ходить под действием ударов. Написано, сделать союз товарищами. Сделайте что-то. Написано, нужно быть в связи с учителем. Будь написано, что ты должен каждый день быть на уроке. Ты обязан сделать эти вещи, и ты увидишь, как твой путь становится более легким. Но ты должен принять на себя эти средства. Здесь нет выбора. Заплатить за это ты обязан. Или будешь получать удары, и ты будешь вперед, или приложишь усилия немного, и ты будешь вперед. Одно из двух. А другого нет. Пожалуйста. Я из Словацкой группы. Я знаю, что Бог находится в первом месте. Но в Словацкой группе есть люди, которые приходят, но не остаются в ней. Они просто приходят два-три раза. Что я могу сделать? Друзья мои, Я не был в Словакии. Был, конечно. Но не то, чтобы я хорошо был знаком, чтобы ответить. Все эти вопросы вы задавали на вчерашнем уроке. Вы должны быть связаны с человеком, который ответственен у нас за вас. Мошадмони, Шимон. Алон Леви. Кто еще? Эльхананов. Вы должны быть связаны с ними. И каждый раз выяснять, что делать. Я не знаком с группой. Откуда я знаю, они остаются или не остаются? Может быть, вы настолько плохая группа, что им лучше, чтобы они там не оставались? Я же не знаю. Я извиняюсь, что я так говорю о вашей группе, но я не знаю. Словом, быть на связи с людьми, которые ответят на ваших группах. Я ответственен за это. Если они не в порядке, эти четыре человека, тогда напишите мне. Тогда мы вместе займемся ими. Эти люди занимаются уже очень много лет. У них есть огромный опыт. Они были во многих группах, на многих конгрессах, на многих мероприятиях. У них очень большой опыт. Дайте им вмешаться в то, что с вами происходит, и они решат проблемы. А сами вы придёте к состоянию, когда просто перестанете существовать как группа. Мы хотим, начиная с этого конгресса, и дальше, видеть Европу, переполненную группами, в любом городе, в любом месте, и чтобы все они были связаны с этими четырьмя людьми. И тогда мы в таком виде объединим всех. И вы почувствуете, насколько вы на самом деле начинаете продвигаться. Духовный путь, он очень странный. Поэтому слушайтесь моих советов. Вы сами этот путь вообще не раскроете. Вы не будете знать, как идти, чтобы прийти к духовному миру. Потому что есть здесь часть пути, которая скрыта. И вы запутаетесь на этом участке пути. И время пройдёт безрезультатно. Будьте всё время связаны со своими учителями. Мы должны сделать общий лернинг-центр по всей Европе. Курс интегрального обучения общий для всей Европы. Соединить потом этот курс с тем, что у нас есть в Америке и на всех остальных языках, чтобы была у нас унификация. Как это на иврите? И унификация — это не единство. Чтобы была у нас та же форма учёбы. Стандартизация. Хорошо. Чтобы был тот же стандарт у всех, да? У всей нашей учёбы, как и в науке Каббала, так и в интегральном воспитании. Пожалуйста. Что такое мировое группа женщин? Это группа русских в Европе. Ага. Ага. Мы чувствуем, что мы действительно очень объединены. Мы действительно составляем единственное целое. И в этой группе, мы чувствуем, что мы действительно zwischen разницы. И мой вопрос — может ли я такая произведения, что в один прекрасный день опять Finn terms, что с McLспокой – мы единственное целое? И что можно сделать сейчас. Я уже Benny заснула это три месяца. 17 месяца pouvez только, Я не могу сказать вам, я не понимаю, я не знаком с этой группой. Это еще раз вопрос, который связан с мной. Может быть, это такое может случиться, что эта группа в группе, что-то из-за этого случится? Да, конечно же, может. Сказано об этом, не верь себе до дня смерти своей, до того мгновения, когда мертво-эгоистическое желание. Запрещено верить себе, что все в порядке. Мы должны учиться в своей жизни. Пока человек не вырастет, он находится под управлением своим родителей. И так он должен находиться под управлением более взрослых. И тогда он может быть уверен, что продвигается правильно. Да. Если нет никого, кроме него, и единственный мой выбор — это понять, что нет выбора, и оправдать. То, что все, что делает, творит с моим шкультелом, своим желанием. Весь мой свободный выбор состоит в том, что я раскрою, что нет никого, кроме него, с помощью того, что я связываюсь с группой. И вместе с ними становлюсь одним Кли. Пожалуйста. Ну, друзья, мы не можем себе позволить такие перерывы. Да. Хорошо. Я попрошу. Давайте еще один-два вопроса, и затем семинар. И я вижу, что это уже становится чем-то. Попробую. По поводу молитвы, постоянной молитвы за товарищей. Молитва за что? О чем? Чтобы они были связаны между собой. Потому что мне кажется, что мы молимся за Творца, за товарища, чтобы увидеть его, что он в полном истреблении. И все равно, что молиться за себя. Что именно означает молитва за товарищей? Молитва за других — это молитва за Творца, по сути. Потому что мы всегда должны видеть конец действия в начальном замысле, когда я выстраиваю клей для того, чтобы раскрыть его, когда тем самым я доставляю ему наслаждение. Здесь, в этой формуле, и мы все время говорим об этой формуле, здесь мы наверняка не придем к какому-то подспудному эгоизму. Сказано, что если товарищ уходит из группы, нужно попытаться поднять его два раза. Если мы внимательно это посмотрим, где здесь нет никого, кроме него? Мы должны это сделать, да, это написано два раза, как с упавшим ослом мы должны два раза помочь ему подняться и два раза возложить на него поклажу, правильно. Но как мы должны поступать в группе таким образом? В группе мы не знаем, что такое два раза. Я должен видеть товарища как неотделимую часть моей души. и я должен, насколько это возможно, вкладывать и вкладывать в него и возвращать его к связи со мной. Молиться, чтобы Творец дал ему силы оставаться и сделать всевозможные ухищрения в нашей жизни для того, чтобы стоило ему оставаться в группе. Несколько месяцев назад мы проводили семинары по утрам, делали на нескольких этапах. Говорили о малиновом шарике, говорили о кризисе и говорили о нашем кризисе. Мне кажется, что группа хочет войти в определенное состояние. И если группа обсуждает какое-то состояние, такое как малиновый шарик или кризис, сама группа входит в это ощущение. Действительно ли это так? Или это только мое представление? Смотрите, я прошел эти этапы, эти состояния. Я только хочу вам сказать следующее. Все зависит от подготовки. То, что не будет неприятных состояний, не могу обещать вам, будут, будут трудности, проблемы. Все будет наверняка. Но для этого есть у нас по крайней мере два вида оружия. Первый вид оружия — это то, что я связываю себя с группой и вкладываю в группу, насколько это возможно. И тогда, когда я падаю, они спасают меня. Это первое. Второе. То, что я вместе с группой вкладываю в Творца, и тогда, если я падаю даже вместе со всей группой, Творец спасает нас. Так мы должны работать. И не смотреть на то, что происходит в пути, потому что то, что должно произойти, произойдет. Есть у нас разбитое кли, для того, чтобы достичь цели и исправить его, каждый разлом должен раскрыться. Должен раскрыться. И невозможно по-другому. Это мы изучаем, что без раскрытия этих разломов, без раскрытия зла, нечего исправлять. И только с помощью исправления зла мы готовим место для раскрытия Творца. Поэтому пытаться быть связанными друг с другом. Снова прочитать, что называется поручительством, что называется союзом, как это делать, что такое заключение союза. У Рабаша написано много об этом. То есть связь в группе, какую мы должны создать, первое. Второе. Как мы должны связаться с Творцом? Где кли группы, в которую я вкладываю себя? И где это кли Творца, в которые я вкладываю вместе с группой, прикладывая все свои усилия? И если мы таким образом действуем, нет у нас никаких проблем. Мы всегда находим силу оттуда, из этих складов, из тех хранилищ, которые мы раньше выстроили. Но всегда, наверняка, раскроется зло. И если я готов вместе с этим, я сразу же раскрываю добро. В таком виде, что я даже предваряю лекарство удару. Я беру заранее какую-то таблетку от головной боли, а затем я чувствую головную боль. Именно так. И тогда, вместо того, чтобы чувствовать зло, я только устанавливаю, «Ага, раскрылось тут зло, но это требует вклада, обвинения между нами, обвинения между нами и Творцом всё время, всё время». И тогда получается, что все падения, они пройдут нечувственным образом, а вот так падение. Я немного запутан, что-то не в порядке. Но я продолжаю продвигаться в пути. Успехов. Хорошо. Мы переходим к семинару. Да? Я не вижу, что хотят. Вы хотите семинар или нет? А я не слышу. Да, да, да. Ещё не слышу. Эту сторону я вообще не слышу ещё. Тов. Ладно. Спасибо. 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 Спасибо.